МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире медиакомпания против КОП-29 в Баку. О Кампо обратился к армянам всего мира. Баку выражает протест против решения о поддержке и Восточной Армении в рамках Европейского фонда мира. Есть опасность, что Арцах останется без армянского следа. Церковь Суприфсиме в Хнацахе. Турецкие сериалы «Абсолютный мусор. Депутат России». Фестиваль «Магия лаваша». Вагия Суки Асян стал победителем второго маеносного турнира по шахматам в поте. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено О'Кампо призвал армян всего мира объединиться и начать СМИ-компанию против 29-й конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Баку в ноябре. О'Кампо написал открытое письмо, опубликовав его на своей странице в Икс. В частности, предложил использовать в ходе медиа кампании хэштеги. Ежедневные публикации в социальных сетях с использованием этих хэштегов создадут импульс, привлекут сообщество и внимание основных средств массовой информацией. Скоординированная кампания заставит журналистов, делегатов и неправительственные организации, участвующие в КОП-29, получить ответы от организации Баку об армянских заложниках и полициключенных. О'Кампо уверен, объединив мировое сообщество, армяне смогут добиться, чтобы на КОП-29 обсуждались не только проблемы изменения климата, но и вопросы защиты прав человека и справедливости. Напомним, 29-я конференция КОП-29 запланирована в Баку в ноябре. Баку осуждает и выражает свой протест против предоставления Европейским Союзом Армении 10 млн евро по линии Европейского фонда мира. Пресс-секретарь МИД Баку Айхан Гаджидзаде заявил, Баку ожидает предоставления прозрачной информации о помощи. Это очень неправильный и опасный шаг, который способствует эскалации напряженности в регионе. Подобные действия Европейского Союза явно односторонние и превзяты, что является проявлением политики создания разделительных линий в регионе. Официальный Баку подчеркивает, Европейский Союз должен положить конец действиям, которые способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе. Отметим, министр иностранных дел Арарат Мирзуян также отметил, что это очень важная веха в партнерстве Армении ЕС, партнерстве, которое углубляется на основе общих ценностей, принципов и ведения стабильности мира и благополучия. Решения о начале диалога по либерализации визового режима и помощи Армении в создании фонда мира были приняты на фоне недавних переговоров между Ереваном и Брюсселем. Исследования показывают, часть духовно-культурного наследия Арцаха уничтожена, либо находится под угрозой исчезновения. Все это цифровыми вычислениями дополнило платформу проверки фактов. В результате 44-дневной войны 2020 года под контроль Баку перешли около 2000 культурных памятников – монастыри, церкви, хачкары, надгробия, гробницы, кладбища и святыни. Среди них были Кафедральный собор Сурб Аминапркич Казан Четсот Шуши, церковь Сурб Аванес Макартыч Канаджам. Программа «Мониторинг культурного наследия Арцаха» в 2022 году опубликовала анализ, согласно которому общее количество духовно-культурных памятников в Арцахе превышает 4000, из которых 10% – дохристианские, около 1,5% – мусульманские, остальные – армянские и христианские памятники, датируемые IV-19 веками. В результате войны в сентябре 2023 года Арцах был полностью лишен армян. Спустя три месяца Организация защиты кавказского наследия опубликовала информацию 6-го мониторинга культурного наследия в Арцахе. В документе упоминается о 44 духовно-культурных памятниках, 8 из которых разрушены, 12 повреждены, 24 находятся под угрозой. В июне 2024 года Организация защиты кавказского наследия опубликовала результаты 7-го мониторинга культурного наследия в Арцахе. Всего за 6 месяцев число разрушенных памятников культуры достигло 14, поврежденных 12, число памятников, находящих под угрозой исчезновения, больше 30. Ханатсах находится в Сюникской области в Восточной Армении. Одним из многочисленных памятников, расположенных на территории села, является церковь Сурпрепсиме. В 15-18 веках Кашатахское княжество было процветающим, исключительно армяно-населенным, полунезависимым объединением. Престольными центрами были поселения Кашатах и Ханатсах. Там правили мелик Айказяны. Основателем рода был происходивший из династии князей Гамбакян-Прушян, Господин или Ишхан-Айказ, известный из исторических источников истории 15-17 веков. Роль Ханатсаха в Сюнике особо возрастает в 16 веке, когда, построив новый дворец сын Мелика Айказа, Мелик Хахназар перенес центр меликства из поселка Кашатах в Натсах. Одним из важных достопримечательностей села, Мелик Каннист, считается церковь 17 века Сурпрепсиме. Церковь расположена в 100 метра к северу-западу от дворца Мелик Айказянов. Церковь Сурпрепсиме имеет два входа с юга и запада – крыши церкви и притвора, покрытые базальтовой черепицей. В 1905 году крыши церкви была пристроена колокольня из шести колонн, сделанных из тесаного камня. В стенах и вокруг церкви находится большое количество надгробий, хачкаров и фрагментов, некоторые из которых были собраны под южной стеной церкви. Независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха» отмечает, после 44-дневной Арцахской войны и последовавшей за ней изменений границ, кладбище Хацанах оказалось в 690 метрах от границы. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства российский депутат Виталий Милонов призвал запретить показ турецких телесериалов в России. Об этом он сообщил во время одной из передач российского радио. По словам депутата, турецкие телесериалы – абсолютный мусор. Отметив, российскому зрителю нравится сказка, которая не соответствует действительности. По убеждению депутата, сериалы способствуют насилию в семье и возникновению внутрисемейных проблем. В Турции нет ни одного умного актера. Все они абсолютно бездарные, дешевые мошенники. Пусть покажет реальную картину, как турецкие мужчины применяют насилие в отношении женщин и детей, заключил депутат. В рамках программ «Лаваш. Символ единства и могущества» в селе Аревик Ширакской области прошел фестиваль «Магия лаваша». Фестиваль был приурочен к десятилетию включения традиций выпечки лаваша в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2014 году. В рамках фестиваля была открыта выставка работ геморийского художника Левона Аракеляна, посвященной лавашу. Также представлена его настенная живопись «Стрит-арт». В 2023 году на стене детского сада в общине Аревик непосредственно на стенной росписи была изображена картина Хаджана «Хлеб в горах». В этом году к жителям села Аревик присоединились жители общин Айкован, Ацик, Карм-Раккар, Башкюк. В отдельных павильонах были представлены традиционный лаваш-хлеб, сельскохозяйственные продукции, вкусные блюда и сладости. Как и в прошлом году, арцарская кухня и ремесла были представлены в двух отдельных павильонах. Помимо прославления армянского лаваша и женщин-пекарей, фестиваль «Магия лаваша» направлен на активизацию общины, вовлечение молодежи в процесс сохранения нематериального культурного наследия и содействие устойчивому развитию общины. Мастер Фиде Вагей Суки Асян стал победителем второго турнира по молниеносным шахматам в рамках 17-го Путийского международного шахматного фестиваля Кубок Наны Александрии 2024. Шахматист набрал 8,5 очков из 9 возможных. Акоп Акупиан, набрав 7,5 очков, занял второе место. Мастер Фиде Эдгар Айрапетян с 7 очками занял третье место. В соревновании среди участников с рейтингом до 1700 первое место с 5 очками занял Гагик Милкумян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!